Так, ну вот мы вернулись. Мы вернулись. Мы вернулись после нашего первого. Чайник поставили. Какие молодцы. Чай у нас есть. Все у нас есть. И капуста. И хорошее настроение. Хорошее – это самое главное. Ну, интересно такие, да? В бане обычно стереотипы. Там наголодный желудок, да? Не о нас это. А мы, да. И нам хорошо. Ну, мы так же. А мы же говорим, что умеренность должна быть. Даже тренер, как? Он, если хороший тренер, то он, чтобы не навредить еще. Не своей амбиции потешит. То есть, спалить ученика, и все. Будет следующий. На этом ты следующий. То есть, если качественный тренер, то для него каждый ученик важен. Ну, вот тогда вопрос к этому тоже, да? По степени доверия ученика к учителю и обратной степени доверия, то есть, учитель. Да, он в него вкладывает, что тот дойдет, ну, скажем так. Потому что, как бывает, у нас, как, да, и у вас, работа тренера в чем? Что ученик дошел до такой степени мастерства. До черного полоса, допустим, да? А ученик и тренер в нем вкладывают душу, да? Почему бывают такие? Тренера, ну, уже, ну, пришел, ну, иди там, вот. Иди отжимайся там. Ну, правильно? Потому что, видать, у каждого тренера есть психотравма такая. То есть, у ученика он вкладывает, а тот ученик и скажет. Ну, что я сегодня хожу, завтра, то есть, спрыгивает из отношений, выходит. Односторонний порядок. Не по обоюдной договоренности, не по обстоятельствам каким-то. А знаете, что предотвращает вот такие вещи? Опять же... Ну, верно, как, что-то предотвращает. Ну, понятно, что есть... Отсутствие ожидания, скажем так. Нет, ну, я, хотя бы, не глубоко сейчас, а вот поверхностно. Есть ритуалы. Вот, когда я занимался всю жизнь самбо, я ощущал... Свою недолгую жизнь? Не-не-не, ощущал, как бы, и высокий уровень боевого мастерства, да, и личности, которые там занимались, да, и уже чувствовал спортивное мастерство и других, и свое, и понимал, что это что-то ценное. Но полное отсутствие ритуала, полное отсутствие ритуала, может быть, для мастера, для зрелой личности, оно, как бы, и не нужно, да, вот это... Но ритуал, именно, как некое, вот, там, акцентирование внимания на том, что это исключительный путь, что это особенный вариант, что это, как бы, не просто так, что это не дешевая вещь. Вот, в этом аспекте ритуал, мне кажется, очень важен. И вот, если говорить о моем любимом виде спорта самбо, да, я, вот, критическом, например, позволю себе сказать, что недостает именно ритуалов. А ритуал, это, на тот взгляд, это некая передача культурных ценностей? Возможно, возможно. То есть, как... О этому виду знаний. Да, потому что, вот, как вот ты показываешь ката, да, казалось бы, простые движения, да, но они максимально отточены, максимально правильные, да, то есть, они в определенном умном настроении гармоничны. И вот, так же, вот, в самбо, да, то есть, мастерство, то есть, вид спорта экстра-класса, да, то есть, я понимаю, что это... Ну, на борте технического стена, больше практического, да. А вот этой, как бы, атрибутики глубокой, смысловой, да, которая, может быть, закрыта в каком-то ритуале, да, в каком-то, в одном, втором, в третьем, вот этого нет. Бери больше, кидай дальше. Ну, это же, а может быть, это и есть особенность такая, потому что можно этими ритуалами и похоронить все. Ты мне скажи, в чем это, почему так происходит? Потому что так тренер, потому что... Ну, так сложно. Потому что так тренирует тренер, или если бы это был учитель или наставник, бы по-другому приводил. Ну, здесь два момента, здесь вот правильно тебя подчеркиваешь. Я просто к тому, что мы же даже тема учитель-тренер-педагог. Да, безусловно, что, например, преподавание... Ты хочешь? Может, это вопрос у телезрителей? Кстати, свои вопросы о каких-то темах, тех, кто смотрит наши беседы, можете присылать. Попытаемся их тоже разобрать, посмотреть, общаться. Ну, сейчас, надо будет, да, суток. Самый важный человек, Зоня, мать. Мать. И к этому вопросу я тоже хотел бы дать помощи. Ну, пока Влад разговаривает с мамой. И вопрос о том, родители относятся к категории учитель, педагог, наставник, преподаватель. Можно ли отнести родителей к этой категории? Я тебе отвечу на этот вопрос однозначно. Конечно, да. И примером приведу только лишь одну, один пример приведу, да, одну сценку. Вот я к тебе обращаюсь, Роман Георгиевич, Рома. Откуда ты узнал своё имя? Ты когда родился, ничего не знал. Ты даже имени своего не знал. Да. А ты узнал имя своё от родителей. Поэтому, знаешь, есть такое выражение, и в песне оно поётся, друг друга называть по имени. Это одна из ценностей, вот для меня очень важных, да, называть кого-то по имени, это говорит о неком уровне отношений, да, доверительном, тёплом, благожелательном. И вот называя кого-то по имени, когда тебя называют по имени, а имя-то мы узнали от родителей. И вот эти первые шаги, когда мы малявки, ничего не можем, ничего не понимаем, ничего не знаем, то есть вот на этом, как минимум на этом этапе жизни, именно родители являются главными учителями человека. Дальше может быть всё разное, да? А вообще родитель, он из зависимости от того, в каком временном отрезке твоей жизни ты находишься, они переходят из одного состояния в другое. То есть родитель сначала это может быть учитель, потом он становится преподавателем, потом он становится, сейчас мы давай сням кипедочком, чтобы это, потом он становится этот. И в конце концов, как ты мог бы назвать, родители кто? Это наставник? Родители, мама, отец, это наставник? Родители это, да, это наставник. Потому что они наставляют на, как это говорится, на путь истинный. Ну, потому что у них есть, опять, ну, мы, конечно же, я хочу сказать, что, безусловно, есть разная категория родителей, да, и отношение самих родителей к своей роли. Потому что есть родители, ну, люди бывают разные. Есть родители в таком понимании, как просто, ну, биологический процесс совершившие, и на этом закончившиеся. Вот, кстати, об этом тоже, да, есть же человек или тренер, да, который на, то есть до того момента, пока ты приносил пользу тренеру и учителю в виде, если мы рассмотрим, как спортивное стоящее, в виде результатов спортивных или в виде финансовых результатов, то здесь взаимосвязь была, а вот когда наставник, наставник, независимо ни от того, есть ли результат спортивный или финансовый, он все равно идет с тобой, это как родители. Родителям, по сути, им не важно, ну, это мне кажется. Твои результаты не важны. Не важны твои результаты. Не твое финансовое благосостояние, не твои результаты в математике, биологии, химии. Да. Они и... Это бескорыстные отношения. Да. Вот. То есть наставник, по сути, наставник, это, наверное, вот тот человек, который бескорыстный... Бескорыстно относится к ученику, и это его, как бы, выбор отношений. То есть это ценность основная, это, ну, как бы, это когда бескорыстный, когда нет корысти. То есть именно вот почему материальный мир не жалуют, да, и особенно сейчас наш век. Именно из-за того, что везде вот жадность, корысть, там, по-другому называют вожделение, да, такой, как бы, страстный, ну, страстный, негативный, там, такой подход, да, как бы, через интерес. Как в той песне блатной, а где мой интерес. Это все везде ищут интерес. А получается в отношениях родительских, особенно материнских отношениях, с кем сейчас вы, Лат, разговаривали, да? Слава Богу, у нас, как бы, мама жива. Но опять мы вот сейчас расскажем, вот ты говоришь, интерес, да? Родители, родители тоже, опять вот мы говорим, есть родители с точки зрения, которые просто сделали биологический процесс, да? Есть родители, которые ведут, ведут именно по жизни человека и не оставляют. Я поэтому хочу сказать, вот, допустим, да, придя, иногда бывает так, говорят, не забывайте своих учителей. А я хочу сказать, что и учитель должен не забывать своих учеников. Понимаешь? Вот как родитель, в виде того, что родитель это наставник для своего ребенка, да, это его ученик, да? Для меня мои дети это мои ученики до тех пор, пока, как говорится, я открываю глаза каждое утро. И поэтому я буду, по сути, ну, с точки зрения моего долга родительского, наставнического, независимо ни от чего, я буду всегда спрашивать, допустим, что-то, чему-то наставлять. А вот, и не ждать, когда, ну, ответный вопрос, да, какой-то. Но ты не безразличный к ней. Да. Вот вопрос. Тренер. Нужно ли тренеру или учителю, который в школе тебя преподавал, да, который тебя выпустил в школу, или учителю, у которого в университете требует, интересоваться, как твоя жизнь? Или вот здесь уже идет разговор другой. То есть, на тот момент, пока этому учителю в университете было выгодно тебя учить, потому что, в принципе, он получал корыстное, да, как бы, вознаграждение, да, он же не просто так, да. Ну, ему, когда ты закончил, ну, где-то там, что-то там, как-то устроился. Я, мне кажется, очень малое количество вот таких вот учителей, наставников, преподавателей и так далее, которые, ну, хотя бы раз в год звонят своим ученикам. Вот мой тренер, Сергей Борисович Медведев, мы с ним общаемся, созваниваемся, пускай не часто. А вот скажи, вот он тебе звонит? Да. И вот он мне звонил недавно, вот, и я ему собираюсь перезвонить, как и не перезвонил. Ну, это уже, то есть, мы говорим сейчас не о учениках обучиваниях. То есть, вот он позвонил, понимаешь? Он позвонил, да. Он должен знать, как у тебя жизнь, потому что, значит, видишь, вот здесь вот, да, вот, честно сказать, у меня, ну, как бы по жизни было, ну, по моей, если мы берем ситуацию, связанную с боевыми искусствами, да, там, дзюдо и так далее, все мои преподаватели, скажу тебе так, с кем я прошел достаточно долгий период времени, Как это не парадоксально, Рустем, ты знаешь, что у человека, это только Илья Лазович Сыпурский периодически ко мне звонит. И там, как жизнь, сюда-сюда, и так далее. Ну, по разным причинам он звонит, но он звонит. Да, связь есть. Какая-то связь есть, да. А вот других нет связи, значит, видимо, не... Связь есть. Да. Связь есть. Выход есть. Вы знаешь, о чем говорили? Да. Дайте ей надо знать, ты ушел в эту скуку. И все, да. Вы говорили о том, родители, это, это тоже учителя. Нет, 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 нет. Он разорвал наши сети. Мы тут уже... Он говорит нет, а потом скажет, ну, конечно же, да. А-а-а. А кедосник, да? Они такие, да-а-а. А зачем эти кедосники вот так дают руку, чтобы их взяли за руку? Зачем? Сразу реп убей. Да? Да. Ну, мы так отрабатываем. Мы даем руку, внимание сюда, а другая уже в репу идет. Он говорит, неправильная трактовка, да? Подставь щеку, да? Поднырни ей, говорит, двойку. Да. Родители, это не учитель? Нет. Ты родители, то есть те, кто тебя родили. То есть это вот, ты держал. Обжекшн, обжекшн. Как в суде американцам. Возражаю. Да. Вот я Роману Георгиевичу сказал, что на определенном этапе, определенном этапе, знание своего имени даже ты получаешь от родителей. Ну, это может у меня. Мы опять-таки, мы можем сейчас опять-таки, вот этот вот понятийный аппарат, то есть учитель-педагог, и также можно говорить, родитель, это он же, мама и папа. Хорошо. Мама – это учитель? Нет. Папа – это учитель? Нет. Обжекшн. Видишь, я как бы вот изучаю дзюдо, я мягко, понимаешь? Это видно сразу самбист. Понимаешь? Само обороны. Витуалик не хватает. Он сразу режет все. Сначала надо болеть. Локоть, ахиллы, и все, он не уйдет. А поклон, да. А зачем поклон? Потом, когда уже, да. Когда остыл уже, тогда ему поклон, да. Родители – это одни из наших первых и самых эффективных учителей. Мы смотрим на них, как они ведут себя в жизни. У них просто метод другой. Не тот, который мы обсуждаем сейчас, да, в контексте единоборств. У них просто метод. Они живут рядом. Они показывают, как жить. И качество характера многие, даже отрицательные, я уже не говорю о положительных, даже отрицательные, мы смотрим, как они применимы, неприменимы в жизни. Да, вот, например, мой, ну, там, я вот про папу могу сказать, да, Царство Небесное. Там, то, что, сколько он для меня сделал, это, как бы, надо отдельные передачи. Вот, а вот, если отрицательные мои, то, что он курил, да, я не курю, никогда в жизни не курил. Он выпивал. Ну, тебе лет мало еще, подожди. Ну, сколько? 45 в этом году. Ну, что, и мало-то. Он выпивал, и самый добрый человек, который я только знал на свете, превращался в жесткого, как бы, непримиримого к мнению других, как бы, керам. А у других наоборот. Он жесткий, а выпил и так, я не знаю. И я видел, что такая метаморфоза, она напрямую связана с алкоголем. И даже в этом, даже в этом он меня научил тому, что вот я, например, не пью никогда. То есть, вот я в жизни, может, два-три раза пробовал алкоголь, ну, если это серьезно, да, и то, как бы, были такие обстоятельства, там, поминки, там, что-то, такие вещи, да. То есть, я не пью. И именно благодаря, как бы, примеру отца. Даже пускай отрицательный. Ну, отрицательный пример. Да. Ну, я просто говорю о положительных, это столько надо рассказывать, то есть, я всему обязан именно отцу. Всем обязан отцу. Ну, и маме, конечно. И этому тоже обязан, к примеру. И этому, к примеру, да. Поэтому, мне кажется, что все-таки родители... Что все-таки это учителя, на старых. Учителя, хорошо, Влад, давай, мы тебя перебиваем все время. Ну, да, немому слово дайте. Да ладно, ну и ладно, мы тебя вырежем все равно. Пусть говорит, вырежем. Был ли мальчик? Нет. Родители – это родители. Они тебя там... Отец одну функцию выполнил, мать более длительную, там, 9 месяцев, сколько там, или меньше там. Но, Маугли же есть такой, воспитанный обезьянами там, или кем он там был воспитан, правильно? Джунгер. Мы не знаем, чем он кончил. Правильно. Но, некоторые матери в роддоме оставляют. Они родители, но они не учителя. То есть, ты категорично. Вызражай, вызражай! Ну, как бы, послушал бы и понял, что есть там другое. Что это ты говоришь, полноценная семья, мама, папа и ребенка они воспитывают. Ну, вот твоя такая. А я смотрю, там, другая, там, мама, папа, ни маме, ни папе, там, ребенок не нужен. Случайность. Ну, да, и оставляют на государстве. Тогда государство... Они не имеют права называться родителям, их лишают родительских прав. Это уже тогда государство, вот это наше, скажем, неповоротливый механизм в виде государства. Он, даже государство, лишает родительских прав таких людей. Ну, прав лишаешься. То есть, он уже не имеет права. Я родитель, нет, ты не родитель, ты лишен прав. Ну, лишь как нет. Хорошо. Но все-таки... Но остался родителям, ну, кто родили, но... Биологически родителям, биологически. Биологически. Да, вообще, это, ну, как бы... Но вот мы с Рустем по поводу учителя, тренера и так далее говорили, и у нас в нашем разговоре такой момент возник, как... Слово, которое Рустем ты сказал, когда я делаю что-то корыстное. Ну, это же здорово. Корысть без корысти. Корыстность, корыстность учителя или наставника. Вот, допустим, вот этот вот момент, как ты можешь описать в разрезе учитель-педагог-преподаватель-наставник, и туда входит корыстность и без корыстность. А в какой степени для каждого из этих определений, в какой степени присутствует больше или меньше такое понятие, как корысть? Вы меня запутали, мне хочется пастилы, а я вот думаю, что можно самому встать дотянуться, да, можно озвучить. И мы же не умеем, как джедаи, да, перемещать, с мечом-то, звездные войны, а раз, боп, и пастила уже в руках. Потому что у меня есть отношения. Да, а как бы не смог. Потому что Роман Юрыч, он видишь, как бы формально дал, а взять ты не смог. Видишь, какой мастер. Он как бы, ты говоришь, я хотел бы пастилы, то есть ты не сказал, Роман Юр, дай, пожалуйста, пастилы. Мне хотелось бы пастилы. Он как бы хозяин дома не заразал, но дал тебе закрытую пачку. Конечно, ты не взял. Хорошо, не впачкаю еще. Нет, это здорово вообще, что, ну, как бы учитель, наставник, там, как бы корысть, есть ли корысть, нет ли корысть, брать ли деньги с ученика, там, не брать ли деньги, бесплатно это делать. Меня люди напрягают, которые говорят, я хочу там безвозмездно заниматься там, ну, чем-то там, но отдавать ты можешь, если из наполненности или из нужды еще. И поэтому вот такие люди, которые могут говорить, мы занимаемся патриотизмом. Кстати, очень хорошая терминология. То есть отдавать либо из-за наполненности или из-за нужды. Это очень хорошая терминология. То есть я вынужден, как бы, поэтому вот. Ну, а если бы не было нужды? Вот, например. А движения не было бы, тогда разность температур, тогда ветер подымается. То есть мы люди, да, как бы, тогда бы мы не двигались, а двигает нам интерес. А если есть наполненность. Интерес – это корысть. Ну, вот, нами двигает интерес, значит, корысть в любом случае. А как вот, или инстинкт. Ну, мы как бы наполнены внутри, а пустые карманы. Поэтому мы хотим немножко... А я у них вообще карманы в лету, да? Из лица внутренне, но наполнится карманами. Нет, это понятно, это мы в материальном мире живем. Но мне кажется, что если есть что отдавать, вот видите, у учителя, кстати, мы подняли очень важную тему. У учителей настоящих, у них, например, нету такса. Ну, вот я про духовных учителей. Вот, они говорят, пожалуйста, там, вот, пожертвуем. Ну, не менее 100. Пожертвуем, пожертвуем. То есть любое пожертвование. То есть они не определяют. Да, то есть... И они понимают, что материальный мир... Они, все, они перекладывают ответственность на дающего. Да. То есть твоя ответственность... Твоя степень ответственности. Ты мне скажешь, ты так делал такое, Влад, когда-нибудь? Опыты. Мы делали опыты. Вот так когда-нибудь делал? Я тебе скажу, да, делал. Мы, допустим, тренировали бесплатно, там, ну, определенную категорию, да? И с чем мы столкнулись? И от этого пришлось отказаться, скажем так. В чем оно заключается? Многие сейчас, ну, маркетинг, там, вот это, все, ну, как это. Как это называется? Лучшим ответом из уст уста как-то. А, сарафанная радио. Да? Дело не в этом. Про степень ответственности. То, что нам досталось легко, мы не ценим. Если человек, да, он за занятия не платит, да? Ему надо только приходить, ему все дают, того же качества, высокого. Но для него эта ценность нулевая, скажем так. И в результате, когда идет дождь, допустим, или что-то там, он может себе позволить, потому что он ничего не теряет. Не прийти. Он не теряет материального. А, нет, я имею в виду, человека еще более, ну, как бы, Слышно, понимаешь, сложнее вытащить. И поэтому от этого бесплатного, я даже отказался от бесплатных этих, чтобы, как это, негатив не возникал, допустим, как говорят, ой, первое занятие.